Это программа «День с толком» в студии Рина Корчегина. Здравствуйте! Смотрите в этом выпуске. То есть вы по контакту находитесь на карантине и до Роспотребнадзора вы самостоятельно дозвониться не можете. В Крае впервые создали колл-центры на базе медучреждений. Чем они отличаются от обычных регистратур? Помощь для тех, кто снова остался на самоизоляции. В Барнауле возобновили работу несколько волонтерских штабов. И пока открытые театры, в эти минуты в Краевой столице смотрят долгожданную премьеру мюзикла «Три мышкетера». Еще два ковидных госпиталя развернули в Алтайском крае. Это дополнительные 85 коек. Речь идет о Барнаульской городской больнице номер 3, а именно корпусе на улице Бехтерева. Там 60 новых мест. Также 25 дополнительных коек развернули в Михайловской ЦРБ. Сегодня на весь край свободно 259 мест в ковидных госпиталях. Тем временем, только за прошедшие сутки в регионе выявили 142 случая заражения. Умерли 10 человек с диагнозом коронавирус. На данный момент 232 пациента находятся в тяжелом состоянии. 93 жители Края подключены к аппарату искусственной вентиляции легких. В итоге, за полгода пандемии в регионе, отмечу только по официальной статистике, зафиксировали 14 853 случая инфицирования. И уже сегодня понятно, Минздрав Края не справляется с потоком ковидных пациентов. Проверку информации о недоступности медицинской помощи в регионе накануне начала прокуратура. Поводом для нее стало обращение с заболевшей ковидом жительницы Барнаула о невозможности дозвониться ни в больницу, ни в скорую. Эту жалобу показали в эфире Первого канала. И таким образом, информация о медицинском коллапсе на Алтае прогремела на всю страну. В прокуратуре, между тем, сообщили, если права женщины действительно были нарушены, правоохранители примут необходимые меры. А между тем, на базе алтайских медучреждений начали открывать колл-центры. В общей сложности их будет два с лишним десятка, в которых полсотни операторов будут отвечать на звонки обращающихся. Но чем контакт-центры отличаются от обычных регистратур и смогут ли они оперативно помочь решить какие-то проблемы заболевших, разбирался Илья Кочетков. Больше двухсот звонков за пять часов работы. Телефоны не замолкают ни на секунду. Обращаются в основном те, кто отчаялся дозвониться в скорую, поликлинике или Роспотребнадзор, чтобы вызвать врача на дом, записаться на прием или просто сообщить о том, что был в контакте с ковид-подтвержденным и теперь не знает, что делать. То есть вы по контакту находитесь на карантине и до Роспотребнадзора вы самостоятельно дозвониться не можете. Ведущий специалист одной из страховых компаний объясняет, контакт-центры по сути действовали и раньше. С апреля, в начале пандемии, они перешли на усиленный режим работы, а теперь и вовсе их усиливают операторами. В последние дни за день регистрируют по нескольку сотен звонков. Задача принимающего звонок – зафиксировать его и гарантировать обращающемуся, что сигнал дойдет до специалиста, который перезвонит, как только появится возможность. Звонок могут перевести и на эксперта, который способен проконсультировать человека и как медик, и даже как психолог. Звонок могут ему подтвердить, что лечение ему рекомендовано, оно правильное, оно соответствует стандарту, потому что разработан стандарт лечения по новой коронавирусной инфекции, либо, если это ОРЗ, оно не подтверждено, да, и по пневмонии следует, не следует принимать антибиотики, снять напряженность эту и оценить, в принципе, действительно ли заслуживает внимания вот сиюсекундного визита врача из поликлиники, либо выезда скорой помощи. Потому что, в первую очередь, конечно, у людей больше паника связана с отсутствием информации. По такому же принципу, пояснили в Минздраве, работают контакт-центры и при других страховых компаниях. Их круглосуточные телефоны мы размещаем ниже. Одновременно Минздрав пообещал усилить контакт-центры лечебных учреждений. С сегодняшнего дня их будет 19. В скандально известной 14-й поликлинике целых 2. На телефоны сядет более 50 сотрудников. В Минздраве заверили, что это больше, чем обычно. А значит, шансы дозвониться у жителей края возрастут. Список телефонов власти пообещали до конца дня разместить на сайте Краевого Минздрава и правительства региона. В то же время, признают специалисты, данные центры практически ничем не отличаются от обычных регистратур. Они не гарантируют, что пациент сможет быстро попасть на прием к врачу, вовремя приобрести лекарство или закрыть больничный. А между тем, эти и другие проблемы остаются нерешенными. И как с ними рассчитывают справиться краевые власти, пока ясности мало. Илья Кочетков, Николай Шелходин с толком. Как при всем происходящем сохранить психическое здоровье? Каждый день на жителей региона льется поток негативных новостей, фейков. Многие боятся столкнуться с коронавирусом и остаться с проблемой один на один. Без медицинской помощи. Как окончательно не сойти с ума, в такое время рассказали алтайские врачи. 17 тысяч человек. Именно столько жителей края наблюдаются у психиатра. Кстати, ежегодно Алтайский край в числе лидеров по уровню расстройств среди других регионов. Врачи говорят, просто у нас чаще выявляют болезнь. И надо сказать, что пандемия, страх за свое здоровье и будущее прибавили работы психиатрам. Все мы с вами пребываем, я не побоюсь этого слова, на самом деле, наверное, все в стрессовой ситуации с учетом пандемии. Могу сказать, что у нас увеличилось количество обращений на горячую линию, на наш круглосуточный телефон доверия. Большие слова благодарности в последние дни говорят нашим специалистам, потому что, говорит, невозможно никуда дозвониться. Зачастую в последнее время телефоны заняты, везде какой-то вот обвал идет, а, говорит, вы единственный номер, который сняли, успокоили. Где-то вот с эмоциональным напряжением, например, что не могут дозвониться, что боятся не получить помощь. И наши специалисты их успокаивают, да, какой-то план, так скажем, с ними вместе составляет, как можно и куда, и в какое время обратиться. Если специалист понимает, что консультации по телефону не обойтись, то прибегает к неотложной помощи. Кризисных пациентов, по словам врачей, будут принимать, даже если в регионе вновь остановят плановую медицинскую помощь. Также по горячей линии можно будет решить проблему с выпиской рецепта на препарат. А вообще, чтобы не доводить до такого, говорят специалисты, найдите для себя формулу расслабления. Формируйте свой личный водопад. Водопад свой, это что это значит? Это вот так вот. Вы дома приходите, у вас свободная есть минутка. Вы глаза закрываете и представляете себе водопад. Каждый день, по полчаса уделяете этому практике, да, добавляете разнообразные детали. Где-то травочка, какая у вас будет травочка, какие камушки. Так, например, можно принять как данность строгого начальника и выставить психологическую защиту. И идя на разговор с таким начальником, и когда он у вас начинает свой поток вот этот вот изливать, вы просто включаете водопад и наблюдаете, как вода шумит, и все. Вам на этот начальник нужен постольку, поскольку это способ, вернее, один из предметов, благодаря которым вы зарабатываете деньги. Все. Что касается массовой паники вокруг пандемии, единственное, чем мы действительно можем сейчас себе помочь, это носить маски, соблюдать дистанцию и укреплять иммунитет. А главное, в случае чего обращаться к психиатру это не стыдно. Ирина Корчегина, Николай Шелко. День с толком. Эксперты говорят, что пандемия ковида может ударить не только по психике населения, но и серьезно отразиться на экономическом положении населения целых регионов. Об этом далее Анастасия Дороган. Я просто вас всех призываю, хватит издеваться над людьми, хватит. Уже так воспринимают некоторые барнаульцы идею новых ужесточений, но это не ковид-диссиденты. Светлана Сергеенко – супруга врача. Коронавирус оценивается всей серьезностью, но боится она не столько заболеть, сколько остаться без денег. Если плановую помощь свернут, ее семье и семьям других медиков придется непросто, как это было весной. Люди в связи с этим потеряли заработную плату. Все сотрудники, которые, врачи, другой персонал, которые оказывали плановую медицинскую помощь, работающие в плановой медицине, они все остались на мроте. Вы тогда, власти уважаемые, введите чрезвычайное положение, и люди все сядут и будут сидеть дома. Дело в том, что одно из предложений Роспотребнадзора – приостановить плановую помощь в крупных городах края, против чего вступают некоторые их жители. Впрочем, сейчас уставшие от пандемии люди скептически воспринимают почти каждое решение властей. Однако ужесточения нужны, считает политолог Константин Лукин. Главным образом в транспорте и общественных местах. Торговым центром, уверен он, каникул не избежать, но массовые протесты вряд ли возможны. Заявления – да. Попытка давления со стороны отдельных бизнесов на власть – да, возможны. Митинги по поводу запретов – нет. Сейчас все-таки у большинства людей есть кто-то среди знакомых, кто переболел. И на самом деле уже многие знают, как это тяжело переносится. И в этой ситуации, по мнению эксперта, властям нужно объяснять каждый свой шаг для профилактики сопротивления. Его у людей предостаточно, особенно сейчас, в сезон больших трат, подготовки к зиме. Предприниматели даже советуют закупиться. Скоро товары будут худшего качества. Доллар вырос, плюс экономическая ситуация у нас такая. Я думаю, что падения спроса оно не будет, но падение качества – это 100% нас ожидает. Но предприниматель подчеркивает, снижение качества товаров – вынужденная мера, так как иначе люди из-за падения заработка просто не смогут ничего лишнего себе позволить. И ощутят это на себе жители уже до конца 2020-го. Анастасия Драган, Дмитрий Денисов, День с толком. В Барнауле возобновили работу волонтерские штабы. Там помогают людям, которые должны находиться на самоизоляции, то есть тем, кто старше 65 лет. Однако одни волонтерские отряды не выезжают к тем, у кого есть признаки ОРВИ или подтвержденный тест на ковид. Но есть и такие, кто готов протянуть руку помощи людям в любом состоянии. Продолжит тема Мария Микшута. Хорошо, наши специалисты, прежде чем выйти, позвонят предварительно вам, естественно. Так, скажите, пожалуйста, возраст вашей мамы и есть ли у нее какие-то заболевания? Вот так с телефонных звонков и начинается утро. Здесь в Центре соцобслуживания принимают заявки и в течение суток назначают ответственных за ее исполнение волонтеров. Прежде всего отрабатывают обращения от пожилых, ведь именно им рекомендовано соблюдать режим самоизоляции. Здравствуйте, это волонтеры пришли. Как вы себя чувствуете? Здравствуйте. Здравствуйте. Как вы себя чувствуете? Нет ли у вас температуры? Температуры у меня нет, все все себя нормально. Проходите, перешагивайте. Сегодня мобильная бригада приехала к пенсионерке, чтобы сделать уборку. Пожилая женщина чувствует себя хорошо. Но бывает и так, признаются добровольцы, что помогать приходится людям с признаками ОРВИ, гриппа, а также тем, у кого подтвержден ковид. Нет. Бойцов это не пугает, но из средств защиты мы увидели только маску и веру в собственные силы. Девочки, мне нужно, во-первых, пропылесосить и вымыть пол. По той простой причине, что у меня очень болят колени, а я просто не сгибаюсь. Генриетти Николаевне, 83, из дома лишний раз старается не выходить, да и силы уже не те. А близких рядом нет. Умер муж, умер кот. Все родственники за пределами видимости. Поэтому для меня это очень необходимо. Очень. Кроме того, подбирают людей, которые способны на это. Не все люди способны делать добрые дела. Пенсионерка уже не в первый раз пользуется помощью волонтеров. Обычно просит купить лекарства, продукты или, как сегодня, помочь по дому. Именно такие просьбы от пожилых ежедневно отрабатывают волонтеры штаба по линии соцслужбы. Девочки, спасибо приогромное. Весь вопрос в том, что если бы не вы, то это было бы, это чистоты не было бы здесь. Спасибо. Спасибо. Вам обращайтесь. Мы всегда рады к вам приходить. Тот волонтер, который откликнется первым, тот и выезжает на данный случай. Бывают интересные ситуации, когда волонтеры соперничают за случай, кто вперед выйдет или даже ссорится между собой. Пока обращений немного и волонтеров хватает. Но специалисты не исключают, что дальше просьб будет больше и понадобится поддержка новых бойцов. Нуждающиеся и неравнодушные могут звонить на горячую линию. Мария Микшута, Андрей Печоркин. День с толком. К другим темам. Исполняющий обязанности главы Каменского района Сергей Умяров официально понизил себя в должности. Он своим же распоряжением не продлил себе руководящие полномочия. Ушел с поста заместителя главы администрации и снова стал начальником отдела ГОЧС. К обязанностям на прежней должности Умяров приступит уже с 10 октября. Ранее он попросил депутатов не рассматривать себя в качестве кандидата в руководителя муниципалитета и полностью исключил из списка претендентов. Отметим, парламентарии райсовета с таким решением не были согласны, но Умяров назвал их поведение, цитата, «нежеланием выстраивать конструктивный диалог и отсутствием заинтересованности со стороны депутатов в нормальном функционировании района». Таким образом, можно подытожить, что у каменских депутатов не остается шансов, кроме как продлить исполнение обязанностей по руководству муниципалитетом Евгения Гордиенко. Тепло по заявкам. Как стартовал топительный сезон и сколько потратили на ремонт теплосетей? На эти и другие вопросы ответил директор СГК в Барнауле Александр Гросс. Это уже вторая часть мультимедийного доклада о подготовке к отопительному сезону. Работы с металлом завершены. Это на языке коммунальщиков значит, что ремонт трубопроводов, по которым в дома пойдет тепло, уже закончен. Все, что связано с теплоснабжением, нами живут. У нас еще остаются работы, мы их продолжаем. Это строительная часть центральных тепловых пунктов, на которых шесть объектов у нас. На четырех мы уже внешнюю работу завершили, сейчас зашли во внутреннюю часть здания и там продолжаем. Новый отопительный сезон отмечен двумя новинками. Во-первых, отдельным домам и учреждениям позволяли по желанию раньше или позже подключать тепло. Во-вторых, на сайте СГК появился сервис «Общественный контроль». Как считают в компании, это поможет максимально экстренно реагировать на обращение жителей. Каждый сможет отметить свой дом и описать проблему. У нас есть люди, которые будут за этим ресурсом следить и обратную связь будут уже обрабатывать и переслать специалистам, которые уже будут реагировать на те замечания, которые барновольцы будут на этом ресурсе высказывать. Такая карта проблем необходима и для долгосрочного планирования. Ведь, по словам директора теплосетевого подразделения, к следующему отопительному сезону начинают готовиться еще до начала нынешнего. Составляют план ремонта и ведут проектные работы. Сверяться с ним можно на сайте. Там же, в открытом доступе, отчет о подготовке к текущему сезону. Что мы не замерзли, я могу сказать, ответственно нет. Уголь у наших станций запас больше 100% необходимый. Оборудование все также прошло подготовку и выполнены определенные работы по его замене. То есть по станциям все, что планировали, тоже все выполнено. В 2019 году компания инвестировала в развитие теплосетей Барнаула, в том числе и на ремонт, около 1 миллиарда 300 миллионов рублей. Это в 4 раза больше, чем в 2018 году. А насколько эффективны были эти вложения, покажут морозы. Они, кстати, будут крепче, чем прошлой зимой. Андрей Дреер, Николай Шилко. День с толком. Порадоваться на своем веку пока еще могут жители и гости Крымой столицы. Сегодня в театре мускомедии долгожданная премьера мюзикла «Три мушкетера». На генеральной репетиции яркой и зрелищной постановки побывала наша съемочная группа. Подробнее Валентина Аскерова. Бра-бри-бри-бро-бро. Закулисная суматоха в театре музыкальной комедии. Через пару минут выйдут на сцену. Генеральный прогон премьеры спектакля «Три мушкетера». В коридорах десятки артистов. Шутят, проговаривают диалоги и не скрывают волнение. А что именно боитесь? Что публика не примет или осудит? Нет, боюсь что-нибудь забыть. Я всегда играю только злодеев, понимаете, только злодеев. Обидно? Нет, я их люблю, я понимаю, почему они так действуют. Без злодеев все эти, знаете, сопливые истории, никому не интересны без нас. Над спектаклем работали два с половиной месяца. Шили красивейшие наряды, с жадностью репетировали. Из-за вынужденной пандемии артисты дико соскучились по сцене и стали жадными до работы. Мелидия злодейка или все-таки? Нет. Я не считаю, что она злодейка. Злодейка просто человек поставлен в определенные условия, человек с несчастной судьбой. Что-то есть общее? Я думаю, у каждой женщины есть что-то общее с Мелидией, потому что мы все женщины, мы все разные, мы не многогранны. У нас есть и очень демонические какие-то стороны жизни, и ангельские черты. Образ Д'Артаньяна, каков он для вас и что вы, может быть, добавили в своего? Вы знаете, конечно же, отчасти можно сказать, что это я, ну в какой-то грани, безусловно, да, то есть это такой дерзкий, наглый, в хорошем смысле этого слова, конечно же, юноша, который приехал из провинции в столицу, покорять ее, завоевывать и делать карьеру, безусловно. И тут с ним случаются перипетии. Вот спектакль, безусловно, о дружбе, чести и любви. Плащи, шляпы, шпаги, колоритные костюмы. Эпоха Людовика XIII и знаменитые хиты на музыку Дунаевского. Мюзикл «Три мушкетера» как нельзя кстати вписывается в современную жизнь, уверен режиссер спектакля. Для людей, чтобы отвлечься от вот тех проблем, которые сегодня находят нас на улице и задуматься о чем-то прекрасном, светлом, о дружбе прежде всего, об отношениях вот этих замечательных мушкетеров. В зрительном зале на генеральном прогоне одни родственники артистов, а уже через несколько часов премьера для всех желающих. И зрители, и артисты готовы соблюдать все меры предосторожности. Главное, чтобы дать вдохнуть искусство. Вдруг и театры из-за эпид-обстановки снова закроют. Вы говорите, что опять закроют театры, и артисты останутся без сцены, без зрителей? Ну, я фаталист, но наше желание вряд ли что-то изменит. Как будет, так и будет. Давайте носить маски и соблюдать социальную дистанцию. Смех и музыка продляют жизнь и закаляют иммунитет уверенные артисты. По их мнению, в столь непростое время нужно всеми способами получать позитивные эмоции. А кто способен их подарить в таком объеме, как неправые мушкетеры Дюма? Валентина Аскерова, Андрей Печоркин. День с толком. День с толком.